всем привет сегодня 16 ноября 2019 года день субботний мы с вами находимся на шулявском путепроводе ну что ж пока он еще не собран но у нас есть некоторые хорошие новости которые сейчас покажу не забывайте подписываться наш телеграм-канал нашу страницу facebook вступать в нашу группу facebook делиться с нами своими репортажами мы смотрим что у нас на шулявке сегодня происходит и так как вы видите на стапелях стоит пока все еще четыре балки у вас может наверняка возникнуть вопрос а что же случилось где же металл и честно говоря такой вопрос возник и у меня когда я сюда ехал я глянул на трансляцию думаю странно металла до сих пор нет но когда я подъезжал сюда я уже увидел через забор вот эти замечательные фуры их тут целых три штуки и вот в них то в общем то и прибыл тот металл которого мы так долго ждали приехали балки приехали консольные плиты приехали ортотропные плиты и все это великолепие наконец-то доехала из николаева в киев и мы сейчас посмотрим что тут у нас хорошего привезли он уже сверху зашевелился липхер уже на самом деле там разгрузили пару фур это вот третье осталось видим что руководит разгрузкой сотрудник фирма mutan ukraine напоминаю что он передает крановщику информацию по рации крановщик работает вслепую целый такой долгий ряд фур таких долгожданных и так что же здесь привезли мы видим мы видим что уже прямо с колес начинают укрупнять пятую балку как мне пояснили пятая балка это пока последняя балка уже 6 которая пойдет на съезд очевидно будет когда разборка большевика произойдет присоединена так что если я правильно понял то уже собрав пять балок воедино можно будет этот пролет двигать но как я уже говорил существует еще одна версия возможно будет еще собирать и маленький пролет пристыковывать его сразу к большому и после этого уже два пролета перевозить я пока еще не слышал приняли эту версию к исполнению или нет поэтому я просто озвучиваю так же мы видим что привезли много ортотропных плит вот ортотропные плиты вот ортотропные плиты везде лежат ортотропные плиты и кто-то писал в комментариях мне что забрали вчера маленького мамонтенка но я не знаю вот я вижу маленького мамонтенка вот он стоит на месте куда его забрали мне не совсем понятно все что здесь было она как бы и осталось той комплектации которую мы ее видели уже последние не знаю там несколько недель была информация по некоторым сми и в комментариях что что-то здесь взорвалось на самом деле я хочу сказать что здесь никаких взрывов не было здесь были пневматические испытания газопровода я вам уже показывал это место кстати она до сих пор еще раскопано до сих пор доставляет неудобства водителям но тем не менее это газовщики это отдельная парафия на это никак нельзя повлиять мне объяснили что здесь было раньше то есть здесь раньше шла труба которую перезаглушили и сейчас ведут вот так в обход перехода новую трубу куда-то для того чтобы врезаться уже в существующую трубу но существующие имеется ввиду ту которую проложили может быть вы помните вот так вот там еще специальная камера есть задвижками вот так вот лежала труба но она была не подключена потому что подключают именно газовая служба сейчас газовая служба вдруг резко решила что надо бы этим заняться но я понимаю это не какая не претензия газовой службы потому что все эти переврезки это все требует согласований проектов и прочего и прочего то есть возможно там поскольку это отдельная служба работает то там они занимались этим параллельно и вот только сейчас это все решили сделать вот мы заглядываем шур в который у нас занял две полосы проспекта победы и видим уже разницу вот это вот все это новые вареные трубы и вот эта труба она уже проложена и и здесь не было мы помним тут как раз копали траншею два сотрудника газовиков с одной стороны и с другой стороны шли мимо перехода теперь и ну вот все сделано очевидно что скоро будет закапывать да так чему это все говорю потому что когда проводятся пневмоиспытания они проводятся под высоким давлением воздуха вы видите какая здесь огромная труба да я не знаю наверное 500 600 газовая труба и как вы понимаете не дай бог где-то будет утечка газа поэтому делается вот такие вот продувки под большим давлением которая может для непосвященных лиц звучать так как будто там баллон кислорода взорвался мы прослеживаем дальше эту газовую магистраль вот тут она вот это соединяется уже с той трубой которая была проложена раньше строителями причем если мы посмотрим вот в ту часть откуда копали мы увидим что еще какие-то трубы дырявые старые лежат тут как прямо бревенчатый сруб одна труба потом под ней 2 и под вот этим всем надо было завести еще одну новую трубу но мы видим что это уже сделали так что я надеюсь что после всех испытаний все это закопается зароется и дополнительная полоса добавится на проспекте мы видим липхер утянул консольку с машины долго не мог понять куда он ее тянет оказалось что тянет он ее непосредственно на пролет что мы и видим я поинтересовался у монтажника куда эта консоль мне ответили что это уже на место где сейчас завод стоит то есть пока она тут лежит наверху возможно потом она куда-то переедет временно пока будет завод разбирать уже в прессе была такая информация не знаю насколько она правдивая но вроде бы вопрос решен с заводом и через два месяца уже начнется его демонтаж конечно же я думаю что мы все с вами ждем с нетерпением этого процесса и будем его всячески освещать мне конечно больше нравится освещать когда что-то строят но в данном случае мы так ждали этот мост что будет особым наслаждением наблюдать как разбирают главную помеху для него но мы с вами идем смотреть что у нас подпорными стенами здесь мы видим как уже полностью забетонировали нижний ярус стенки подпорной между старым заездом и нулевой опорой и частично начали уже бетонировать второй ярус тут кстати я уже показывал здесь также забетонирована когда мы здесь были последний раз если не ошибаюсь тут как раз стояла опалубка сейчас ее сняли сейчас мы видим как судя по всему крепят опалубку либо же разбирают старую вот с этой части забетонирован уже либо крепят там уже новую мы находимся на старом заезде на мост и наши предположения оправдываются мы видим лежат подготовленные сегменты опалубки уже намазаны специальным раствором для того чтобы бетон к ней не прилипал и сейчас идет установка краном и рудниками стройки новых сегментов на уже новую захватку второго яруса ну и также мы видим красивый торец верхней уже забетонированной стены подпорной который еще не успели снять опалубку также обращаю внимание на то что уже залита последняя захватка подпорные стенки со стороны большевика так что уже подпорная стенка может готова за исключением разве что карнизного блока ну и пока я еще там не вижу ничего не сделано под будущее примыкание после того как залили всю стенку между заездом и нулевой опорой вот эта лестница это единственный путь которым можно попасть одной половины площадки на другую как вы понимаете это тоже осложняет работу но это такая уже объективная трудность и мы смотрим на процесс воздвигания опалубки я смотрю даже все таки параллельно идет процесс пока одни ребята собирают новую другие разбирают старую один кран обслуживает и то и другое здесь еще оставался маленький лазик по которому так очень-очень в натяг можно было просочиться теперь все здесь уже глухо только через верх вот кто у нас главный тут по сборке-разборке если бы не его кран соответственно все было бы гораздо труднее мы видим пошла вход очередная часть опалубки но нас с вами интересует что происходит здесь я уточнил что это делается и мне сказали что здесь будет монолитная часть для того чтобы сделать сопряжение вот этой сборной конструкции стеновой и старого заезда то есть как обычно очевидно будет заливаться ростверк небольшой и после этого ставится уже монолит который будет углубляться как танки рица старую упорную стену и мы видим что уже здесь все бреши заделаны уже такая сплошная сплошная стена и сейчас ребята занимаются гидроизоляцией мы видим что сами эти блоки бетонные они обмазочной гидроизоляцией обрабатываются ну а стыки которые должны немножко гулять шевелиться они наплавляемые что-то наподобие тоже рубероида и также мы видим что уже вот сейчас как раз проходим через те места где были проемы они уже не только заложены но и замоноличенные основания и еще кусок замоноличен и мы видим дальше еще несколько кусков подготовлено пока еще ждут своего бетона но уже чтобы не терять время гидроизолируется но по стороне большевика видим только фрагментами еще уложены вот эти вот плиты горизонтальные и пока еще монолита не делалась но также проведена гидроизоляция до сих пор мне не нарисовали толковую картинку но как я понял из тех схем которые мне рисовали так от руки примыкание заезда с проспекта победы будет примерно вот в этом месте потому что ну судя по всем схемам которые мне попадались вот это здание оно никуда не девается и как раз вот где-то напротив его начала будет идти впадение потока с проспекта в общем-то в поток который идет на улицу гетьмана и так мы с вами перебрались на другую сторону проспекта победы и начинаем уже по традиции с нашего любимого секретного шулявского метро мы видим как уже стала совсем сухая вот эта вот шахта и идет уже дальше проходка как я говорил туда штольня уходит параллельно пузатой хате там где-то соединяется еще с одной аналогичной вот такой шахтой все равно мы видим что воды сочится много потому что погода дождливая скорее всего уровень поднялся но как я уже рассказывал в одном из предыдущих выпусков вот эти вот иглы они высасывают из-под шахты воду и поэтому шахта более-менее сухая так что мы сейчас видим там идет где-то в глубине проходочка следующим пунктом нашей культурной программы перемещаемся на съезд в сторону святошина видим уже загидроизолированную новую наращенную стенку подпорную и смотрим что ее уже забетонировали до самого низа я не знаю там может быть еще что-то будет бетонировать но пока мы там видим шахта для газовщиков или для теплотрасс это я уже не могу вам пока уточнить и поэтому там пока это как бы временно приостановлены работы и мы также видим что на внутреннем на внутренней подпорной стене уже пошли работы по бетонированию пока еще не вижу чтоб что-то было залито но уже на захваточку выставлена опалубка так что наверное скоро будут заливать переместившись на пролет 5-6 мы смотрим на улицу Довженко и видим что здесь какие-то начаты новые работы для нас видим что раскопали старый съезд с моста прямой обнажили достаточно большую часть подпорной стены не знаю может быть ее будет менять потому что я вот так смотрю честно говоря на таком немножко неприглядном состоянии находится и вот мы видим как к ней примеривается гидромолот обламывает просто целые куски с нее то есть просто так обламывает без всяких сложностей и затруднений но это пока насколько я вижу это был бордюр ограждение так давайте посмотрим как он его будет ломать вытянет не вытянет так что я думаю что здесь будет все-таки либо монолитку делать либо же сборную конструкцию до какой-то отметки ну вот это вот похоже то что под нами это был ростверк и тут похоже на арматуру оставленную что здесь будет замоноличиваться что будет там дальше пока я не могу вам сказать и мы видим что негодный грунт вывозят туда почему негодный я вам уже несколько раз объяснял но еще раз повторюсь по новым нормам грунт должен быть определенного состава а здесь было очень много всего чего только душа пожелает там и битый бетон и арматура какая-то старая и кабеля в общем такое впечатление что в этот съезд вбетонировали и засыпали весь неликвид который оставался от стройки вот этого моста поэтому соответственно это все вывозится и мы видим что потихоньку потихоньку подвозится вот этот песочек замечательный который будет заставлять уже новую забутовку но был вопрос хотя я это уже объяснял но все равно люди спрашивают поэтому повторюсь еще раз это свален просто грунт новый свален который для того чтобы он не мешался на площадке конечно же когда пошла работа пошла работа мы слышим это да продолжаю когда придет дело до его использования он снова будет раскидан и уже будет послойно по 20 сантиметров слоями уплотняться и делается все по умному сейчас он просто сюда свозится и скидывается для того чтобы не мешать я думаю что на красоту эту мы с вами посмотрим еще сблизко чуть позже сейчас посмотрим какие ага какие прямо куски да зрелище наверное хорошее очень я не знаю я смотрю это в маленькое окошко камеры отвлечемся ненадолго от руйнувания стены для того чтобы посмотреть ново приваренные сливы кстати я возможно вас не сильно четко сориентировал прошлый раз напоминаю что сливы которые над проспектом победы они уже были варены в то время пока пролет стоял на стапелях а вот на этом пролете и на следующем маленьком уже последнем то есть на двух пролетах сливы вот сейчас только вариваются ну мы видим уже все готово мы спустились под пролет 5-6 видим как выглядят ново приваренные сливы снизу и отправляемся посмотреть поближе как ломают подпорную стену старую как мы видим тактика достаточно прозрачная здесь пробивается брешь вертикальная между сегментами стены такие которые безопасно можно завалить экскаватором после чего экскаватор цепляет и разрушает и мы видим тут где-то за стенкой прячется газорезчик который разрезает металлические закладные которые держат эту старую стену я думаю что если бы этих закладных не было то стена бы уже давно развалилась самостоятельно но видим что бетон при падении сам разваливается даже не дожидаясь гидромолота все это было очень ужасно грустном состоянии загружает и и и и вот мы видим как песок стены при падении вот так вдоль прямо прогнулся поэтому ездили много лет еще возникают вопросы зачем это надо было разбирать но вот теперь вы видите зачем здесь мы видим продолжают выборку старого грунта мы можем посмотреть даже что в нем находится какие-то обломки какие-то куски бетона какие-то гранитные непонятные включения чернозем что удивительно чернозем вообще не может служить как несущее основание для чего-либо но тем не менее мы видим явно чернозем ради составления уже полной картины решил подойти сюда посмотреть это мы все еще находимся на довженко посмотреть что же здесь копают и мы видим что уже трубы у нас в три яруса идут откапывается придется когда труба потом она закапывается на дне опять что-то кладется потом еще кладется какой-то колодец появился новый чем здесь я не знаю такое прямо конца и краю я не вижу этим коммуникациям вот сейчас мы находимся уже под самой пузатой хатой и видим уже знакомую нам установку для осушения грунта или для понижения уровня грунтовых вод и мы видим собственно уже высушенную шахту котлован вы помните что прошлый раз когда я показывал даже сомневался сюда ли будет вестись проходка или нет потому что он был полностью залит водой засыпан каким-то мусором сейчас мы видим что воды здесь уже нету и вот оттуда вот придет давайте посмотрим откуда именно вот он так вот идет вдоль метро вдоль этих павильонов всех и приходит вот сюда вот и тут он очевидно еще откуда-то сюда пойдет труба может быть она уже подведена я пока ничего не вижу но мы это увидим все в свое время сейчас мы дождемся пока дорежут весь металл как раз я думаю к этому времени освободиться экскаватор это у нас самый боевой экскаваторщик который на сегодняшний день есть на площадке вы помните как он там хитро и маневрировал и воевал своим экскаватором с временными подпорками здесь мы видим прошло буквально 10 минут и уже этого огромного куска стенки подпорной не существует он превратился в груду металла и битого бетона и вот мы видим экскаватор наконец подъехал к стенке расчистил себя путь попутно под арматуры и сейчас будет сейчас будет интересный момент как обычно да здесь стенка покрепче пока подтягивает экскаватор к себе но не поддается крепко крепко как вы видели предыдущий фрагмент был вообще никакой видим что как-то бетон заливался так очень неравномерно экскаватор не сдается идет на второй заход это поддается легко как будто она подломана снизу видим что бетон просто ломается видимо у него крепкое основание но средняя часть опять стоит экскаватор ползет поддастся или нет пока не поддалась устояла возможно сейчас я немножко подломаю снизу знаю что к чему-то готовятся раскапывать основание нет все таки еще на одну попытку заход стоит стоит даже удивительно просто тянет на себя экскаватор и никуда не движется экскаватор отступил было решено вызвать на помощь гидромола чтобы немножко подломать подбить снизу основание этой упертой стенки но поскольку гидромолота есть сейчас своя работа скорее всего мы не дождемся уже момента падения следующей стены берлинской поэтому отправляемся летать ну что ж на этом я заканчиваю наш обзор мы еще немножко полетаем с вами впереди давно я вам не показывал как небо выглядит площадка так сказать много было изменений мелких но во многих местах поэтому я думаю вам будет интересно посмотреть что теперь как это все выглядит с неба благодарю вас за ваше внимание за вашу активность за ваши подписки лайки комментарии если не подписаны обязательно подписывайтесь жмите колокольчик чтобы не пропускать видео подписывайтесь на наш телеграм-канал на нашу страницу фейсбук все ссылочки в описании ниже обязательно вступайте в нашу группу в фейсбук если вы ездите по городу с фотоаппаратом с видеокамерой с телефоном что-то снимаете видите выкладываете у нас благодарю вас за ваши донаты я уже было совсем расстроился потому что донатов совсем не было честно даже признался в прошлом ролике что мне не на что заправлять машину но немножко порадовали теперь меня хотя бы на пару дней будет поездить потому что ездить нам приходится сейчас много вы видите стало холодно уже на велосипеде не проедешь особо тем более когда я вожу с собой оборудование квадрокоптер и все остальное поэтому вам большое спасибо ну и готовимся покупать новое оборудование съемочное я надеюсь что это немножко улучшит там нам процесс какой-то вот поэтому вся надежда только на вас и благодарю тех кто уже участвовал в нашем общем процессе создания киевской хроники технической мира здоровья счастья любви до новых встреч до новых обзоров смотрим дронов скую съемку пока удачи 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok